друзья приветствую вторая часть посылки от анатолия из московской области в первой части некоторые из вас видели уже было масло volkswagen special g 540 так сейчас будет масло лукойл genesis armartec дизель 530 это у нас c23 так вот здесь описание автомобилей но это не это здесь значит авангард ультра так и еще одно описание вот по нескольким образцам второй пункт я тут немножко налажал я подумал что анатолий ошибся вот второй пункт это масло я думал что десять тысяч даже в подписи к записи экрана на приборе написал 10 тысяч оказалось тысячи то есть анатолий залил на тысячу километров лукойл чтобы такая мягкая промывка была вот ну что делать давайте покажу вам что получилось ну и заодно как кое-какие там можно выводы сделать как влияет несливаемый остаток ну и прочее прочее так данного масла не было поэтому я создаю эталон вот такая спектрограмма эталона посмотрите практически но не замечено здесь эстеров но может быть минимум какое-то минимальное количество вот посмотрите там на уровне 0,07 то есть это ну если так по моему судить это не более процента так далее выбираю это масло пункты по которым анализируются лимиты и посмотрите на что намерил прибор какой жир по противоизносным присадкам сто двадцать пять процентов то есть хороший такой уровень полноценный этот уровень я выставляю как сто процентов так ну убираю естественно гликоль сажу чтобы это было в нулях чтобы была отправная точка для проверки отработки и самое главное обратить внимание на кислотное 156 и щелочное 87 то есть здесь я считаю что очень все очень 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 правдоподобно то есть даже корректировать ничего не надо поэтому сохраняю вот и можно приступать проверки отработки значит это у нас mercedes-benz viana 11 года двигатель 2 и 2 ом 651 163 силы объем масла 9 литров егэра нет общий пробег более 300 тысяч причем значительно более я так понимаю что 33 плюса вот пробег на масле 1000 километров но полтора моточаса грубо говоря средняя скорость от 5 километров час но и топлива лукойл давайте посмотрим что получилось смотрите противоизносные присадки 97 процентов но это все погрешность прибора то есть погрешность заявленным производителем 3 процентов воспроизводимость 6 то есть здесь в пределах погрешности посмотрите на две десятые выросла щелочное и на половину единицы упала кислотная так то в общем то да видите сажи две сотых ну здесь картина такая я считаю что это все-таки и не сливаемый остаток большой картер скорее всего не сливаемого остатка там прилично вот и это естественно первую очередь повлияло не сливаемый остаток плюс мотор чуть-чуть поработал ну и плюс и погрешность естественно там от трех до шести процентов прибора любое лабораторное оборудование имеет погрешность такую же можно сказать там плюс минус вот поэтому здесь ситуация как бы понятно сейчас я попробую сделать прогноз на основании этого результата но однозначно могу сказать что он будет занижен из-за того что он не сливаемый остаток сильно повлиял вот и как бы начну самое главное эталон создал давайте посмотрим что с вязкостью но вязкость до видно минимальное разрежение сейчас я покажу вот ну там практически его нет но опять же я считаю что это все-таки не сливаемый остаток вот такое влияние скоро будет тест кстати интересные место там будут две нулевые пробы 10 минут 100 минут с использованием промывочного масла и ликви моли шампунь промывочный такой шампунь специальный для промывки от старого масла ну и потом отработку да не забывайте отметить видео подписаться кто не подписался нажимайте колокольчик давайте покажу вам значит моточасы не стал писать но тут такое как бы там непонятно слишком большой разбег ну вот а по километражу даже даже вот с учетом не сливаемого остатка по километражу 10 тысяч значит мощи нейтрализующие свойства 18 300 по нейтрированию и вот 14 300 по вязкости это так условно понятно да я считаю что намного больше я думаю что тут хорошенько за двадцатку он перекатает если в нормальных условиях эксплуатации да из этого мотора чуть позже следующее там видео будет матюль и тоже будет виана уже тринадцатого года тоже матюль будет интересно сравнить посмотреть как как и что там скажу сразу про анонсирует там конечно результат лучше более того я сам использовал похожий мотор у м11 2 и 2 и у меня газпром я уже много раз говорил об этом газпром премиум n 540 на этом моторе там мог по 26000 выхаживать причем это не трасса здесь трасса 90 процентов а у меня там смешанный режим был вот то есть мотор очень такой как бы еще игр отключен значит мотору очень такой лояльный к маслу очень большой картер такой для коммерции много здесь и витая виана и спринтеры на этом моторе то есть такое видимо и заточен под такую под коммерцию то есть очень хорошо очень лояльным к маслу что без проблем катает вот вот что можно сказать значит жаль конечно что отработка не полноценная ну так кавычках было бы интересно посмотреть как лукойл работает видите в допуске у него заявлены и sncf и свежие самые mercedes ски 229 51 52 и dexus 2gm то есть как бы как альтернатива импортным маслам сейчас я думаю что очень очень хороший вариант вот надеюсь что может быть анатолий следующий там откатает или кто-то откатает но будет интересно взглянуть и сравнить благодарю анатолия за предоставленные образцы за поддержку канала всех кто посмотрел данное видео благодарю за это желаю всем удачи здоровья берегите себя и близких всем мира увидимся следующих видео пока